Добрый день! Сегодня мы поговорим про дополнительные опции для колясок Caterwil. В частности, поговорим про электроподножки, электроспинку, ремень четырехточечный, боковые поддержки, обдуктор и пульт управления подбородком. Сегодня мы проводим этот обзор на коляске Caterwil GTS 5. Нужно понимать, что все эти опции также можно установить на любую другую Caterwil, кроме Caterwil Lite. То есть это все ступенькоходные модели GTS 3, GTS 4, GTS 5. Это вездеходы 4WD, GTS 4WD. Это все ультры и все люксовые модели. Но на люксы особого смысла устанавливать боковые поддержки нет, потому что там на кресле есть и так ярко выраженные поддержки. Подножки, собственно говоря, ровно такие будут уже установлены в штатной комплектации и электроспинка уже будет другого уровня, то есть она уже там есть. На ультрах, на ультрафятой в смысле электроподножки будут ровно такие и электроспинка ровно такого исполнения. Давайте начнем с электроподножек. Подножки у нас устанавливаются в штатные крепления для обычных механических подножек с той лишь разницей, что здесь у нас есть дополнительный разъем для подключения, собственно говоря, самой электрики. Значит, для того, чтобы снять подножку, нужно сначала отсоединить разъем, ослабить барашек крепления подножки и, собственно говоря, эту подножку вытащить. Представляет она собой вот такую конструкцию с электродвигателем. Здесь, естественно, сама педаль у нас также поднимается для удобства пересаживания. Вот эта голенная поддержка у нас откидывается также для удобства пересаживания. И здесь есть боковая поддержка для вот этих частей, чтобы они у нас не натирали ровно так же, как и в механических подножках. Устанавливаем в таком же точно порядке. Установили, затянули барашек, подсоединили разъем. Не забываем затягивать гаечку для того, чтобы у нас на контакты не попала влага и, собственно, этот разъем у нас не отсоединился. Отклонять подножки можно как две синхронно, так и каждую по отдельности. Для этого захожу в меню функции кресла. Здесь вижу отдельно подножки, отдельно подножка левая, отдельно подножка правая. Выбираю подножки. Могу как кнопками управлять вверх-вниз, так и джойстиком так же вверх-вниз. Поднимаю и опускаю подножки синхронно. Выбираю подножка левая. Подъем. И подножка правая. Опускание. Можно делать так. Электроспинка представляет собой вот такой электропривод, который устанавливается на специальный кронштейн на спинке в верхней части и на кронштейн на основании кресла в нижней части. Из интересного здесь то, что для транспортировки, для того, чтобы можно было сложить спинку сидения, нужно открутить вот этот винт, то есть отсоединить привод от самой спинки. И тогда так же, как в механических версиях, эту спинку можно опустить непосредственно на саму подушку, чтобы сделать высоту коляски минимальной. То есть таким образом можно транспортировать коляску с электроспинкой. Также для того, чтобы обеспечить работу электроспинки и электроподножек, у нас устанавливается дополнительный блок электроники под само сидение, который, собственно, связывает сам пульт управления со всеми нашими дополнительными опциями, чтобы ими можно было воспользоваться прямо непосредственно с пульта без дополнительных кнопок. То есть заходим в меню, выбираем нужный пункт и поехали регулироваться. Для регулировки спинки захожу в меню функции кресла люкс, спинка и также могу кнопками вверх-вниз управлять и могу управлять джойстиком. У меня откидывается спинка. Обратите внимание, что я сейчас полностью откинулся, но в гусеничной версии я так могу сделать только предварительно перейдя на гусеницы. Когда у нас гусеницы подняты, мы можем откинуть спинку только до упора гусениц. Здесь в крайнем положении срабатывает концевик, который не дает спинке откинуться дальше. Во-первых, чтобы предотвратить столкновение с самими гусеницами. Во-вторых, когда у нас гусеницы не опущены, у нас нет дополнительного упора. И чтобы коляска не перевернулась назад, нам нужен такой упор. Также обратите внимание, что когда я поднимаю подножки, у меня ноги немного сгибаются в коленях. Чтобы такого не происходило, нужно либо заранее увеличивать вылет подножек, либо параллельно опускать спинку сидения. Я откинул спинку сидения, и колени у меня сейчас выпрямились, и я полностью нахожусь в горизонтальном, в лежачем положении. В данном пульте мне приходится отдельно поднимать подножки, отдельно спинку, но в новых пультах уже будет реализована функция дополнительная кровать, когда у нас синхронно будет опускаться спинка и подниматься подножки. И, соответственно, подниматься спинка, опускаться подножки, чтобы нам не нужно было переключаться отдельно между этими режимами. Кстати говоря, здесь установлен уже более мощный привод, который позволяет вытянуть вас непосредственно из самого нижнего положения, то есть не нужно никаких физических усилий прилагать для того, чтобы эту спинку поднять. Соответственно, полностью в расслабленном состоянии у нас привод нашу спину поднимает. Ремень четырехточечный фиксирует человека по плечам и по пояснице. Для того, чтобы расстегнуть, здесь есть автомобильная защёлка, нажимаем на которую, у нас выскакивает бляшка, в общем, ровно так же, как в автомобиле. Устанавливается этот ремень на спинку кресла. Две точки здесь раз-раз. И две точки у нас в основании. Там, где у нас спинка кресла сочленяется с основной рамой кресла, есть дополнительные отверстия, куда можно этот ремень прикрутить. Когда мы садимся первый раз, ремень нужно ослаблять. Чтобы ослабить, значит, у нас все четыре регулировки, две верхние, две нижние, нужно тянуть за нижнюю часть ремня. Я её тяну, и тем самым ремень у меня удлиняется. Чтобы подтянуть, я тяну за верхнюю часть ремня, и тем самым у меня ремень затягивается. То же самое нужно сделать в нижней части ремня. То есть я тяну за верхнюю часть, и он у меня подтягивается справа, и точно так же тяну за верхнюю часть. Он у меня подтягивается слева. Последовательно подтягивая верхние и нижние части, можно получить ту самую настройку, которая нам больше всего подходит и максимально плотно нас фиксирует. Боковые поддержки корпуса нужны для того, чтобы зафиксировать человека по плечам, для того, чтобы создать опору при сидении в креслоколярном. Устанавливаются у нас эти опоры вот на такую штангу, установленную на раме кресла. Нужно понимать, что в штатной комплектации этой рамки не будет, поэтому если боковые поддержки нужны, нужно сразу заказывать их вместе с креслоколяской. Устанавливаются они у нас на эту рамку. Ослабляем здесь барашек. Теперь можем регулировать по ширине, для того, чтобы по плечам четко сориентировать эти поддержки. Ну и, собственно говоря, можно их полностью, эти поддержки вытащить, например, для транспортировки. Собственно, для того, чтобы у нас спинка могла опуститься на сидение, эти поддержки нужно вытаскивать, иначе они у нас просто упрутся в подлокотнике. Устанавливается ровно так же. Установили, затянули барашек. Собственно, барашек слева, барашек справа. Сейчас боковые поддержки настроил так, что они достаточно плотно меня сжимают. Я могу облокотиться на любую из них. И вот это сжимание по бокам на самом деле дает такое интересное чувство комфорта, я бы сказал. Такой защищенности. Абдуктор. Нужен абдуктор для того, чтобы предотвратить сползание корпуса вперед с кресла-коляски. Устанавливается наш абдуктор следующим образом. Здесь под сидением есть две направляющие. Чтобы получить к ним доступ, мы откидываем наши голенные упоры. Здесь есть два барашка слева-справа для фиксации этого абдуктора. Мы их ослабляем и этот абдуктор вытаскиваем. Представляет собой вот такую конструкцию с двумя направляющими, с двумя стержнями. Здесь у нас есть мягкая подушечка, внутри которой у нас жесткий упор, который, собственно, и несет на себе основную нагрузку. Этот жесткий упор, он обшит поролоном и обшит, собственно, таким же материалом, из которого изготовлено само сидение. Устанавливаем этот абдуктор точно так же. Здесь нужно попасть в эти направляющие. Вот по этим направляющим у нас абдуктор имеет возможность ходить. Выставили на нужную длину и затянули. В принципе, одного барашка уже достаточно для того, чтобы у нас абдуктор достаточно крепко сидел на своем месте. Сейчас у меня абдуктор установлен. Вот и интересное такое ощущение получается. То есть, с одной стороны, я не могу ноги свести, с другой стороны, я не могу ноги развести, потому что здесь на подножках есть такие мягкие подушечки. И тем самым получается, что у меня ноги хорошо зафиксированы и не гуляют влево-вправо. Ну и, пожалуй, самое интересное именно с технической точки зрения опция – это пульт управления подбородком, который у нас устанавливается вот на таком кронштейне. Значит, как он у нас регулируется? Есть три регулировки по повороту. Значит, барашек здесь, барашек здесь и барашек, собственно говоря, здесь. Для того, чтобы можно было максимально точно именно подвести этот пульт к самому подбородку. Регулировка по высоте осуществляется с помощью вот этого барашка. Здесь ослабили и поднимаем на нужную высоту. Значит, если мы максимально опустили наш пульт, но он все равно еще слишком высоко расположен, значит, вот этот вот элемент можно отсюда выкрутить, перевернуть его и устанавливать весь этот кронштейн снизу. Тогда у нас, собственно говоря, сам пульт будет установлен гораздо ниже. Значит, здесь мы вот эти барашечки сейчас ослабим. Так. И так. И теперь у нас, собственно, вот таким образом подводится сам этот пульт. Давайте с другой стороны покажу. Вот таким образом на нужное расстояние мы его можем подвести. Подвели куда нужно, затянули наши барашки и теперь можем выставить сам угол наклона этого пульта. То есть здесь есть такой винт, именно винтом сделано, потому что настраивается всего один раз. Его ключиком ослабили этот винт и выставили сам пульт по наклону. То есть настраиваем так, чтобы у нас траектория движения самого джойстика совпадала с траекторией движения подбородка. Теперь по установке кронштейна пульта сопровождающего. Устанавливается он у нас вместо ручки сопровождающего. То есть здесь у нас левая ручка установлена, правую пришлось снять, потому что сюда мы устанавливаем кронштейн пульта подбородка. И также нам нужно отсоединить разъем. Здесь у нас есть разъемчик. Ослабили гаечку. Отстегнули разъемчик. Теперь ослабили вот этот барашек. И всю вот эту систему управления теперь можем полностью демонтировать и производить управление, например, с пульта, если мы можем это сделать. Устанавливается ровно точно так же. Так. Затянули здесь. И затянули здесь. Сейчас я пульт управления подбородком уже настроил под себя. И расскажу, в общем, как это работает. Всего здесь у нас два рычага управления. Левый отвечает за включение. Правый отвечает за переключение режимов. То есть здесь два режима. Режим самого джойстика, когда у нас джойстик будет реагировать, как, собственно, обычный джойстик в режиме движения. И в режиме меню у нас джойстик будет отвечать за перемещение по самому меню. У нас обязательно пульт управления подбородком должен дублироваться пультом с LCD-дисплеем, на котором, собственно, отображается, где мы сейчас в каком меню находимся. Лайфхак такой интересный. Для хорошего сцепления подбородком непосредственно с джойстиком рекомендую установить двухсторонний скотч, приклеить на сам джойстик. Тогда будет очень хорошее, мягкое сцепление подбородка с этой чашечкой управления. Поехали. Включаем пульт. Пульт включили. Сразу у нас заморгала зеленая кнопочка. Это значит, что у нас сейчас джойстик находится в режиме меню. Я могу сейчас выбрать колесный режим. Могу зайти в меню. Например, функции кресла люкс. Регулировку спинки. Могу отрегулировать спинку. Так как мне нужно, например, могу зайти в настройки. Режимы фар. Могу отключить фары. Включить ближний свет. Ну и так далее. Теперь, чтобы... А, соответственно, в главном меню мы можем выбрать скорость. Это максимальная скорость. Ну вот это минимальная скорость. Теперь, чтобы поехать, мы должны переключить джойстик из режима меню в режим движения. Нажимая один раз правый рычажок, у нас зеленая кнопочка перестала моргать, стало гореть зеленым цветом. И теперь у меня сам джойстик будет отвечать непосредственно за движение. Сейчас двигатели отключены в режим ручного передвижения, поэтому я никуда не поеду. Просто зашумят двигатели. У нас выдалась ошибка, что у нас привода не подключены, потому что они у нас не подключены. Вот таким образом едем вперед, назад, влево и вправо. Таким образом, получается, что у нас весь функционал коляски, который доступен непосредственно на обычном пульте с LCD-дисплеем, он у нас доступен для управления подбородком. То есть нет чего-то такого, что мы не могли бы сделать подбородком, что можем сделать непосредственно самими руками. Назад, разворачиваюсь. Вот подбородочек у меня за счет клейкой ленты достаточно хорошо сидит на самом джойстике. Вот, можно разогнаться. Поворот. Раз. Все, поехали на лестницу. Опа! ДТК-чуть не произошла. Поворачиваем сюда. К лесенке. Сейчас мы развернемся задним кодом. Ну, все, этого достаточно. Сейчас переходим на гусеничный режим. Меняю режим работы самого джойстика на режим меню. Перехожу в режим, в гусеничный режим. Жду, пока коляска трансформируется. В принципе, уже могу перейти в режим движения. Как только перейдет на гусеницы, я сразу могу двигаться на лестнице. Все, здесь не торопимся, потихонечку поднимаемся. Смотрим, чтобы подъем был ровно по лестнице. Что-то колясочка не слежала никуда. Ну, то есть, ориентируемся по перилам. Все, таким образом поднимаемся. Ну, таким же точно образом спускаемся. Также предвижу самый частый комментарий. А сколько это стоит? Ответ всегда один и тот же. Заходите на сайт, вот по вот этой ссылочке. Смотрите, сколько это стоит. Здесь мы о ценах не говорим, потому что они могут у нас меняться. Чтобы не сбивать с толку, актуальные цены у нас есть всегда на сайте. Заходите и смотрите. Надеюсь, было познавательно и интересно. Надеюсь, ответил на ваши вопросы. Если ответил не на все вопросы, обязательно спрашивайте. Будем отвечать. Большое спасибо. До новых встреч. Пока.